ребята привет я только что посмотрел видео в котором андрей смаев пожал лежа 301 килограмм и записываю это видео находясь под огромным впечатлением я как человек который на старте своего тренировочного процесса а точнее в течение 12 лет 16 до 28 просто маниакально отождествлял себя с результатом в жиме лежа все чем я измерял свою физическую форму 16 лет когда пришел в тренажерный зал после года тренировок на турнике с гантелью там с одной дома турник брусья в 16 лет я пожал 85 и в 28 лет я пожал 225 на раз на это был мой предел это заняло у меня 12 лет при этом 150 я пожал в 18 а 225 в 28 10 лет упорнейших тренировок весь мой путь по сути дела со 150 до 225 и был но это основная часть пути потому что то что было до этого было проще то что было после 150 точнее даже после 165 было сложнее пройти от 225 до 300 это во первых это наверное в 10 раз сложнее чем пройти предыдущие 75 вы понимаете то есть это не просто цифра даже для тех кто ходит в спортзал наверное ну многим людям даже 200 кажется ну как было во все времена по крайне мере для меня когда-то я понимаю что 200 казалось чем-то и даже когда я достиг 200 это было таким ощущением крутизны какой-то наверное какого-то космического уровня потому что ребят когда я вышел за 200 200 я пожал в 24 уже то есть 24 года жать 205 во все любой зал в котором бы я не тренировался я везде был самым сильным то есть не было людей вот просто на уровне посетителей залов которые бы причем это увлеченные люди которые бы жали около 200 попадались иногда но за 200 не было никого при этом я прекрасно понимаю я сейчас говорю конечно с долей иронии я прекрасно понимаю что рекорд москвы уже там в середине 90-х по моему будут 250 вообще в мире пожали 300 по моему в семьдесят первом году уже без экипировки то есть я я понимал что есть люди значительно сильнее но ты просто не видишь они вот так спортзалах я понимал что есть соревнования можно поехать на соревнования и там бы я все это увидел но у меня не было такой целью я ходил тренировался в тех залах в которых был и считал себя генетически исключительно одаренным и опять сейчас это говорю потому что это действительно так и вы сможете понять что такое 301 который пожал смеев ему сейчас 25 или 26 26 лет он тренируется в городе саров это небольшой город под нижним новгородом вдали от эпицентров силового тренинга каких-то какой-то тусовки экстремально сильных людей абсолютно сам в окружении друзей андрей прошел этот невероятный путь и показывает миру что он богатырь самородок самородок потому что он сделал это сам богатырь потому что это невероятно для меня это просто уму непостижимо потому что я помню что такое держать в руках 225 когда я уперся в свой предел в 28 лет вот в эти 225 я понимал что у меня не хватает ни знаний не видимо уже просто суставно-связочных способностей чтобы продвинуться дальше я стал задавать вопросы тоже очень хотелось сделать 230 я стал задавать вопросы как это можно сделать мне говорят денис выбрось жим лежа на какое-то время посоветовали люди которые занимались силовыми видами и перейди на другие углы например вниз головой жми на смете делай негативы жми под углом но под небольшим градусов 15-20 в общем разнообразие попробуй вообще на полгода уйти от жим лежа и вот я стал делать негативы на смете вниз головой и там и там и травмировался благополучно акраниально ключичное сочленение вот эта маленькая связочка ну по сути все было правильно должно было остановиться тоже наверх никаких травм до этого не было это тоже ничтожное просто как будто укол как будто укол иголкой такой происходил и все и мышца уже не выдает свой потенциал то есть ты уже силу не можешь показать все этот укол уголкой ну то есть какой-то там сигнал поступает и все так вот на смете я делал негативные повторения то есть опускал и помню однажды повесил 250 естественно люди которые потому что на смете то ты можешь естественно зацепить но я все равно попросил кого-то подстраховать ребята когда ты жмешь 225 и ты берешь и пытаешься опустить 250 она не хочет останавливаться такое ощущение что она она просто хочет уничтожить тебя пройти сквозь тебя этот такой без вызывает животный ужас 350 андрей жмет там чего-то 260 на какие-то там не знаю на 6 раз я не помню насколько то есть он владеет этой штангой которую я при жиме 225 даже 250 я не мог даже контролируемо опустить на смете в общем чтобы понять величину этого рекорда нужно наверное действительно большую часть жизни заниматься живым лежа но я с вами вот так подружески просто хотел разделить этот этот фантастический масштаб теперь характере пару слов я скажу потому что споров конечно много очень о том что вот андрей вот он не выступает вот он там значит сидит у себя в городе ребята я часто с вами делюсь философскими мыслями позвольте здесь высказать также свое мнение я крайне редко когда высказываюсь вообще о ком-либо и даю свои свои оценки но здесь можно этого человека взять как пример или иллюстрации некоторых качеств которые являются столь редкими я сейчас говорю не о силовых качествах об отсутствии стремления продемонстрировать свое превосходство в окружении других соперников я сейчас объясню помните давно проходила я проводил такой челлендж 5 тонн где нужно было подтянуться и отжаться 5 тонн то есть вес тела умноженное на количество раз набрать 5 тонн в одном и другом движении за кратчайшее время это было года три назад андрей смаев показал феноменальные результаты в этом то что с весом тела он тоже творит да и не только с весом с дополнительным весом творит какие-то там нереальные результаты на турнике на брусьях в общем он сделал это за какое-то супер короткое время я тогда объявлял призовой фонд значит я съездил в нижний новгород он получил этот приз и у нас была совместная съемка кому-то полтора миллиона просмотров или что-то в общем популярное видео после этого я хотел собрать нескольких ребят которые крутые результаты показали чтобы они вместе посоревновались живьем и мне не удалось вызвать андрея на это мероприятие хотя он гарантированно получил бы еще два приза там было ясно что он победит и плюс еще он свой собственный рекорд побьет поэтому я два приза заготовил там были при призы что-то около 100 тысяч рублей то есть фактически почти 200 тысяч рублей дополнительно я понимаю что деньги это не не мотиватор по крайней мере для многих мотиватор но не для всех не для андрея не потому что у него их избыток а потому что мне кажется ему не нужно и некомфортно демонстрировать свое превосходство находясь среди других соревнующихся я в этом вижу силу и свободу и сейчас объясню почему почему силу и почему свободу силу потому что человек способен следовать своей системе координат а в обществе мы ведь растем и формируем наши наше восприятие во многом ну во первых на сопоставление очень многое построено на сопоставление причем на сопоставление с окружающими также у нас есть другое сопоставление себя с самим собой вчера и так человек существует в этих двух системах координат сопоставление с окружением сопоставление с собой мне очень хорошо понятно и одна и другая вселенная потому что я не скрою я человек соревновательного духа мне я просто безумно нравится вот этот момент общей энергии когда когда ты соревнуешься естественно иногда ты побеждаешь иногда ты не побеждаешь с возрастом ты понимаешь что это уже не это не так важно но сам дух соревнований он крутой почему и проводятся все возможные да там чемпионаты но в общем мы знаем спорт он весь построен на соревнованиях тоже часть человеческой природы но есть другой 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 аспект другая вселенная это соревнование внутри себя стать лучше улучшить результат прогрессировать прогрессировать и это вселенная мне тоже знакома великолепно в ней знаете как в ней надежности больше в ней постоянство твое проявляется в ней куется реальный характер потому что соревнования это больше адреналин эмоция всплеск момента трибуны стадион сейчас люди побегут 100 метров q или сейчас будет футбольный матч и ты вот на этом кураже всеобщим действительно можешь сотворить некоторые некоторые устройства людей позволяют вот этим условием влиять на них положительно не на всех но настоящие результаты куются через долгую самостоятельную работу особенно в таких вещах как например жим лежа опять ребят я понимаю смехотворность всех наших достижений какая разница какую штангу ты пожмешь лежа какая разница как хорошо ты умеешь забраться забрасывать мяч в корзину или бегать 42 километра или 100 километров жизнь же не в этом состоит и действительно жизнь состоит не в этом но в этом мы оттачиваем характер в этом мы оттачиваем свою внутреннюю дисциплину и дай бог чтобы у каждого из нас был какой-то внутренний ориентир который позволяет тебе выстраивать дисциплину самоорганизацию и в конечном итоге видеть созидание свое созидание внутреннее так вот возвращаясь к чертам характера андрей независим от систем координат внешних я думаю по камере вот то что заметно по его роликам практически совершенно независим редчайший пример то есть мы имеем русского самородка богатыря настоящего были на вы который в отрыве от соревнующегося социума в отрыве от супер тренеров в маленьком городе достигает мирового уровня при этом ему не нужно ничего доказывать окружающим но нужно доказывать себе он требователен к себе при этому при этом скромен не возвышает свои какие-то данные и это путь самобытной личности это всегда если вы в себе сумеете развить такие качества найдете в себе такие качественные на так не развить найти в себе вот эту внутреннюю свободу независимость от мнения окружающих от стандартных подходов к тому что такое самореализация ищи свою самореализацию